ДИСКЛЕЙМЕР Сегодня в программе Таймлапс Півничного Сяева. Наушники, представляете, без динамиков. Что такое АСАП? А еще почему Наталья Гордієнка теперь стала Ташей Джи, об этом расскажет сама исполнительница, потому что совсем скоро будет у нас в студии. А я предлагаю приходить до нашей улюбленной частины, а именно календар. Отже, 2006 год с космодрома Утіноура, за допомогою ракетоносія МВ запущенный японский науковый супутник Хіно Ди для досліджения в галузі физики Сонтя. Какой же ты умный. А вот я сейчас... Ну, насправді, японцы. Я тут была дуже розумно, мы его нанесли. Ну, ты просто все знаешь. Ну, давай, ты також знаешь про наступный день народжения. Да, я знаю, что у нас сегодня, оказывается, есть суперименинник. Он популярный, мега крутой, талантливый диджей. И зовут его Мартин Пиканде. 1976 год. В этом году, 22 сентября, он появляется на свет. Именно так, кстати, более известный, как Мартин Сольвейк. Французский диджей, продюсер и просто классный швак. И он написал альбомчик, а ты еще 6 песен, если не помиляешься, для самой Мадонны. Ну, а теперь, снова же таки, до зерок. Можливо, они не святкуют день народжения, но я уверен, что они сейчас святкуют перемогу в викторине от Лавика. Лавика задает завдание нашим зеркам. Мы в подростковом возрасте все говорили «What's up?» друг к другу. «Hey, yo, what's up?» Так вот, сейчас я подойду к артистам и задам им вопрос. «Hey, yo, what's up?» Что это такое? Узнаем сейчас. «Asap». «Asap?» «Asap?» Это вообще рэпер есть такой «Asap?» «Asap» — это, наверное, марка автомобиля типа «Саап», но только «Asap» — это немножко неудачная версия. «Asap». Как «What's up», только китайский. В честь... «Тесть осы». «What's up», только «Asap». «Asap» — это хачмобиль точно. «Пидвид ватсапу». «Это когда ты 300 роков назад была на городе, нарешті ты вирішила знову бабусі на ньому допомогти. Весілий лаконь, їдете, і тут бабуся каже «Asap», ти взяла і каже «О, Asap». По сути, очень часто от наших начальников мы слышим именно «Asap». «Квикли, квикли, швидше, швидше, давай, Лавика, швидше, давай!» «О, означает это на самом деле англійськую аббревиатуру «Esun» — «Espacable», то есть как можно быстрее сделать это задание как можно быстрее». «Друже», додается ему дню больше фану, креативу та смарту. «Стетап шоу» с «Нескафе 3 в 1» продовжуется. Далее остальные новинки из света IT-технологий. Ну а далее будемо одягать наушники. Справа в том, что есть корпорация монстров, так би мовити, технологических «Бэтбенд». Вони решили скористаться своими доробками, особенностью людского организма, как кистковая проведенность. Отже, теперь будут выпущены наушники, у которых нет динамиков, то есть нет маленьких колонок. То есть все выглядит, как прекрасно для женщин, как этот обруч, можно сказать. «И теперь, когда вы будете ездить в транспорте, все смогут слышать вашу музыку, а вы сможете слышать храм рядом сидящего человека». «Ха-ха-ха, неправда, не слушайте лавика, вы ничего, оточивши, ничего не почуете, потому что там специальный звук, который принимается исключительно вашими кистками. И сразу вы можете не только слышать все вокруг, но и музыку, або же там разговоры с смартфоном. Короче, очень круто и уже проверено. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. И заявленный час автономной работы 6 годин, прослушивание музыки и 8 годин разумовы. Властность наушников. Заказы составляют 149 долларов, на самом деле есть большой плюс в этих наушниках, они безопасны, потому что очень часто водители кричат вдогонку человеку с большими наушниками, «Алло, алло, сними наушники, я же тебе сигналю». Вот с помощью таких наушников можно… «Не дайте гроши за квиток». Да, и ты такой сидишь. Вот, в общем-то, теперь вы все будете слышать, потому что в них есть громадный плюс, нет изоляции совершенно от окружающей среды. Ну, а теперь «Аллоевико» будем запускать в космос. Справа в том, что нещедавно на Ютьюбе можно было побачить и супер-видео, которое мы сейчас будем вам транслировать просто в ваши очи. Вот же, супер-крутий арт, а именно «Таймлапс» с сияния. Да, послушай, ты сейчас понимаешь, вот это все происходило на самом деле. Известный американский астронавт под именем Скотт Келли, он показал супер-впечатляющий там таймлапс северного сияния и опубликовал, естественно, у себя где-где. Ну, конечно, в аккаунте в Твиттере. Я пригодил это слово «Певничный свяйм». А сделанные эти кадры все были на высоте 400 километров. И это все можно было видеть. Ну, просто удивительная красота на самом деле. Отже, я пропоную, далее мы не перемикаемся. Мы остаемся тут. Stay tuned. И интерьер космического корабля. Ухудрый годы неученые радят приходить на навчание. А также, почему исполнительница известная Наталья Горденко внезапно вдруг стала Ташей Джим. Мы об этом с вами поговорим ровно через час. Не переключайтесь, а пока будьте на волне хорошего настроения.